Всем привет! Александр Каминяр, компания TradingView. Это, может быть, кто-то знает, это трейдинг, чарты. Сейчас чуть подробнее расскажу про проект. И у меня сразу будет вопрос. Ну, наверное, вы догадались, что речь пойдет про фигму. И скетч, уходи. Это про фигму. Я поэтому сразу хочу спросить, кто знаком, кто-то, может быть, пользуется уже или перешли. А то вдруг я сейчас зря буду рассказывать, мне пора домой пойти. Тогда вот о чем мы сегодня поговорим. Я сразу скажу, что мы перешли на фигму. И я лично был инициатором этого. Мы исследовали, сравнили лоб в лоб все возможности со стандартным процессом, который сейчас везде используется. Ну вот об этом сегодня будем говорить. Это для себя, чтобы не забыть. Ну, поехали. Я сразу обозначу проблему, с которой мы столкнулись, и почему мы вынуждены были искать другие пути. Мы достаточно популярный проект. Вот вчерашний скриншот. Мы 621 сайт в мире. Недавно вот здесь вот на хайпе вокруг криптовалют мы даже вошли в 500-ку. Это наша внутренняя Google аналитика. Вот за последние 30 дней у нас было 6 миллионов, более 6 миллионов пользователей, которые совершают много сессий. Также я сразу хочу отметить, почему так важен дизайн-процесс, дизайн-разработка, новые функции. Потому что вот наш трафик и прямые заходы – это вот половина. Дальше органический поиск – это еще там большой кусок. Дальше реферальные ссылки – это виджеты, которые мы раздаем бесплатно. Это тоже наш продукт, с которого приходят люди. И, соответственно, e-mail-рассылки – это тоже наши внутренние, которые мы там в какие-то акции, какие-то заманухи делаем. Ну и там other – вот такой вот всего лишь маленький кусочек. Это какие-то другие источники. То есть это все говорит нам о том, что… И мы нигде не откручиваем никакой рекламы, ничего. То есть это именно наш хлеб – это наш продукт. Наши пользователи – это наш продукт. Нас люди знают и заходят напрямую. И все, что мы развиваем – это и есть наша популярность и наши пользователи. Вот так это выглядит графически. То есть у нас… Наша инновационность в том, что мы, во-первых, делаем прогрессивную платформу на вебе. И, во-вторых, мы делаем социальную сеть, где можно исследованиями, которые ты выполнил на платформе, ты можешь поделиться как фоточка в Инстаграме. Вот мы в этой социальной сети. Это тоже такие два слоя нашего проекта. Вот так выглядит наша страшная платформа. Собственно, тут на самом деле можно провести аналогии между классическим трейдингом, таким как Блумберг, классическими торговыми терминалами, такими как Блумберг и нами. Потому что мы даем большие профессиональные возможности для технического анализа, для получения любой финансовой информации. Но мы даем эту возможность в браузере и за 12 долларов в месяц, либо вообще за бесплатно, если ты не упираешься в ограничения. А Блумберг – это 2500 долларов в месяц и установка тяжелого софта и куча всяких технических сложностей, ограничений. И в этом смысле можно провести аналогию Word и Google Docs. Вот мы – это Google Docs. И все знают, что стало сейчас с Word. Я не знаю, прогрессивные люди, по-моему, уже его не используют. Я давно не сталкивался. То же самое мы хотим сделать с Блумбергом со временем. Ну и на самом деле интересно, что так совпало, что скетч и Figma – это то же самое. Это Word и Google Docs. Это Блумберг и TradingView. Вот так выглядит черная тема на нашей платформе еще страшнее, чтобы вы окончательно поняли, сколько у нас сложностей с дизайном. И здесь вы видите много разных блоков. То есть она модульная. Здесь есть панель инструментов рисования, верхняя панель, чарты, всякие индикаторы, нижняя панель, правая панель. И, ну, конечно, это все не может делать один дизайнер. Получается, что мы, каждый дизайнер, делает какой-то свой кусок, свой таск. Он может быть даже, какой-нибудь дизайнер может заниматься вот этим маленьким кусочком. А потом мы все это должны встроить. Поэтому мы, как никто, сталкиваемся с такой проблемой, как совместная работа. Мы сталкиваемся с проблемой переиспользования компонентов, переиспользования цветов, шрифтов и, ну, все, что охватывает дизайн-системы. Также у нас еще ко всему этому добавляются такие проблемы. Очень много каналов. У нас есть апка для iOS, апка для Android. Это может быть мобильный веб. То есть сайт может быть открыт с мобилки, сайт может быть открыт с iPad. Ну, соответственно, различные размеры основных экранов. Ну, вот такой процесс был классический, который, наверное, большинство прогрессивных компаний сейчас. Это Sketch и Zeppelin. Собственно, тут, я думаю, ничего нового. Вот сейчас я смотрю на это, и мне прям даже не хочется на это смотреть, потому что вот этот процесс, когда ты что-то должен куда-то ходить выгружать, это просто ад. И тебя начинают спрашивать, а ты выгрузил там что-то, а ты не выгрузил, и там у тебя в макетах что-то одно, а здесь уже что-то другое. Все это ужасно. Также я должен сказать, что внутренний дизайн в TradingQ существует всего лишь полтора года. То есть это когда пришел я. До этого не было ни одного дизайнера, дизайн аутсорсился, и мне пришлось ставить процесс. И вот я хочу начать разговор о дизайн-системах именно с цветов. Вот это 29 или 20, 29 или, да, по-моему, 29 цветов. Когда я пришел, я сказал, что мы должны остановить рост количества серых оттенков. Потому что у нас платформа, ну, вы видели, она такая вся, там много всего, и возникает каждый раз у дизайнеров соблазн вводить новые какие-то цвета для сниженного приоритета, для ховеров, там, и для всяких прочих штук. Поэтому мы… Я просто зафиксировал все легофи, которое было, и сказал, все, хватит. Но когда приходил новый дизайнер, он спрашивал меня, Саша, а какой мне использовать, там, оттенок, там, для сниженного приоритета, там, зеленоватый, сероватый, фиолетоватый или какой-то еще. И мы использовали для того, чтобы договориться между собой о том, какие мы цвета используем, хотя бы остановить рост. Мы использовали в скетче вот этот плагин, может быть, вы знаете, Sketch Palette. Сейчас я тоже смотрю на это, то есть это плагин, который выгружает во внешний файлик список цветов, и мы каждому дизайнеру говорим, типа, иди, загружай из Sketch Palette, вот наши единые цвета и пользуйся. Чтобы оно не росло, количество цветов. Но сейчас я тоже смотрю на это, и это какой-то страшный костыль. Я еле нашел этот файлик для того, чтобы скриншот сделать. Где-то он находился. Это все очень плохо. Также вот то, что все используют, вот эти цвета, которые выгружаются в Zeppelin, это просто свалка ни к чему не привязанных каких-то цветов. Если какой-то цвет перестал использоваться, а его никто не удосужился убрать, он так и будет здесь валяться, и это все тоже ужасно. Теперь мы переходим к тому, как это работает в Figma. Вот одна из киллер-фич, и я не знаю, почему Sketch до сих пор это не делает, но это стиль цвета. То есть в Sketch опять же существуют какие-то различные либо плагины для этого всего. Я не знаю, есть ли там какой-то плагин для стиля цвета, чтобы он везде во всех проектах обновился. Честно говоря, я не припомню, но мы не использовали. Есть различные костыльные подходы, когда делают цвет символами, потом через маску его пропускают, но ты не сможешь применить этот способ для того, чтобы покрасить заголовок или шрифт какой-то, или бордер, например, маскируются неправильно. А здесь это именно настоящие цветовые стили. Они используются точно так же, как они используются во фронт-энде. Более того, мы даже… Вот это вот я уже хвастаюсь, это уже новая система серых цветов. Мы ее сделали в одном оттенке наконец-то, и теперь у дизайнеров, у новых возникает только вопрос выбора приоритета, а не оттенка. Ну, то есть вопрос иерархии, да, что должно быть темнее, что светлее. Но уже по оттенку вопроса нет. Но самое главное, что мы назначили каждый цвет. Вот эти вот кружочки — это стили цвета. И таким образом мы получаем ровно такую же гибкость, как во фронт-энде. И даже более того, мы назвали цвета так же, как они называются во фронт-энде в JSON-файле. И таким образом мы реально разговариваем с фронт-эндом на одном языке. Буквально сегодня, перед тем, как сюда приехать, я сказал, что, ребят, у нас там недостаточный контраст, мы выкатили новый вид отображения информации, и наш зеленый там на белом не очень контрастный. Давайте использовать Minty Green 400. Окей, все, это реальный разговор на одном языке. Ну и давайте я вам покажу сразу же какую-нибудь демку. Вот, окей, не буду показывать на сложных наших всяких штуках. Покажу на вот этой простой. Это карточка, здесь тестовая. Как раз я тогда тестировал, как это вообще работает. Вот здесь заливка, вот здесь бордер, то есть это цвет бордера, и цвет текста. Здесь есть три такие сущности. К ним применен вот этот текстовый цветовой стиль. Теперь я могу его подредактировать. Ну, посмотрите, что происходит. Я реально в одном месте могу прийти с утра как-нибудь и обновить фирменный наш синий цвет, что мы, кстати, сделали. Он тоже был недостаточно контрастный. Однажды мы пришли и подняли контраст синего. И для этого нам пришлось один раз изменить цветовой стиль фигме и написать разработчикам, ребят, поправьте в JSON файле решетка цвет такой, на решетка цвет такой. Все. В скетче пришлось бы 600 макетов проверять. Также еще одна суперсила, которую все это дает, это создание различных цветовых тем. Ну, например, у нас очень актуальна черная тема. Это уже делали мы не так давно, еще в скетче. И, честно говоря, это был очень сложный, кропотливый процесс, где мы пересматривали каждый цвет в каждом макете. Естественно, мы старались договориться, что мы всегда красим линии на черной теме в такой серой, но это все равно много ручной работы. Сейчас, если бы мы это делали в фигме, мы бы просто взяли файл с белой платформой, в которой каждый цвет — это текстовый стиль. Мы бы его дублировали. И перекрасили сами цветовые стили. Все. У нас все, что есть внутри файла, превратилось бы в черную тему. Это очень круто. Вот это мы неделю сидели делали. Ну, вот это как раз то, о чем я говорил, про то, что это вот 12 минут назад, а, ну, уже 2 часа назад, это вот свежий скриншот. Как раз, собственно, вот мы выкатили новые бары, и они, видите, они… Зеленый цвет, который хорошо работал на свечах, на этих однопиксельных линиях, он просел. И я говорю, ребят, давайте Minty Green 400. Красный тот же? Нет. Красный, Ripe Red 400. Все. Это очень удобно. И они взяли, поправили в JSON, и все заработало. Теперь мы переходим к следующей составляющей дизайн-системы. Дизайн-системы. Это типографика. Ну, в скетче есть текстовые стили, но кто большой из знаток скетча знает, что они никогда не шарились между файлами. До недавнего времени. Shared Text Styles. Фишка в том, что ты мог создать текстовый стиль, но он работал только внутри одного файла. А если вы организуете работу через внешние библиотеки, то вы компоненты можете шарить, а текстового стиля нет. Ну, это же плохое слово. Да и сама архитектура текстовых стилей, она, честно говоря, ущербная, потому что здесь как раз классный пример, когда у нас есть 11 размеров, это вполне жизненный пример, 6 цветов, вполне жизненный пример, когда есть ховеры, когда есть активные состояния, и 2 выравнивания, тоже жизненный пример, потому что у нас текст бывает влево выровнен, а бывает нужно его тот же стиль, но поставить по центру. Что у нас получается? Умножаем 132 текстовых стиля на то, чтобы описать 11 весов гарнитур, 11 стилей. Так вот, фигме это будет 11. Потому что сама архитектура текстового стиля в фигме исключает цвет и выравнивание. То есть гарнитура текстового стиля включает в себя фигме ровно то, что и должен включать в себя текстовый стиль. Это начертания, интерлинияж, там болт, не болт. Все. Дальше мы применяем к нему модификаторы. Это цвет, выравнивание, но это уже модификаторы текстового стиля. Также мы переходим к следующему моменту. Это компоненты. Здесь можно тоже очень долго рассказывать, но в фигме есть много микроархитектурных штук, которые они по-другому немножко обустроили. В принципе все похоже, но есть куча мелких моментов, которые действительно выводят на новый уровень работы с компонентами. Ну, например, вот здесь это называется мастер-объект. В скетче это называется символ. Я могу его вставить прямо в макет. То есть в скетче там невозможно вставить артборд в артборд. Уже возникает вот эта тень, надпись. Здесь это можно сделать, и я могу использовать символ в контексте дизайна. Следующий сильный момент — это constraints, или в скетче это называется resize. Там это есть, но там это сделано не так гибко и не так круто. Я не знаю, вот время позволит или нет, но в фигме есть классная привязка к гридам, чего нет в скетче. Также, короче, я могу сказать только то, чтобы не уйти за рамки времени, что здесь я действительно стал пользоваться вот этими constraints. И здесь вот, например, вот эта панель и вот этот мобильный вид — это один и тот же компонент. Просто у него настолько классно прописаны все resize, что я действительно могу его скопировать и вносить изменения здесь и видеть, как это работает на других размерах. И вот здесь, например, стало ясно, что вот цена биткоина, которая может быть вот такая или какой-нибудь крипты, она здесь помещается, а вот здесь она уже не поместилась. Также я там внес некоторые доработки. Вот здесь у меня были подписаны ask bit. Я понял, что у нас там вот это не получается. Они просто наехали друг на друга, мне пришлось это выключить. Но я стал думать больше как фронтендер, потому что я действительно дублирую объекты и там включая-выключая различные цвета, состояния, выравнивания. Вот в отличие от скетча здесь можно изменить выравнивание текста в компоненте, можно перекрасить любую кнопку и для этого не надо отсоединять его. Я думаю, в скетче многие, когда работают с макетами, где все вроде договаривались переиспользовать компоненты, постоянно видят, что кто-то их отсоединяет, потому что у него не хватает гибкости здесь, намного больше ее. Ну вот это пример того, как, например, растягивается вот этот заголовок. Следующий момент, который я обозначал, это взаимодействие внутри команды дизайна. Ну это, наверное, киллер фича фигмы, так больше не умеет никто, и вначале это кажется какая-то дичь. Это у меня, да? Блин, а что ж там такое приходит? Ну ладно. Вначале это кажется какая-то дичь, когда ты работаешь с каким-то куском дизайна, а в это время приходит другой дизайнер, Серега, и тоже что-то начинает… Он может, если ты ему дал право доступа, он может вместе с тобой реально в другую сторону потянуть какой-нибудь блок, и вплоть до того, что вы начинаете драться за один и тот же, кто первый схватил блок, чтобы его тащить. И все эти изменения моментально прилетают в единое место. И это очень круто. Конечно, можно выключить эти курсоры, чтобы они не мешали, можно раздать права, кому что можно делать и кому что нельзя, но фигма может и это тоже. Кстати, очень хорошо подходит для обучения новых дизайнеров. Либо… Да, еще следующий момент. Здесь, ну, он на грани этичности, но я как лид, например, могу включить режим обзора и посмотреть, что делает каждый дизайнер в команде, понаблюдать за ним, ну, то есть, прям понаблюдать. И мне пришлось объяснять людям, что, ребят, там, никто не будет за вами шпионить, что вы сидите и у вас мышка не двигается, например, да? Конечно, нет, но в целом, если человек пришел работать, то ему это не будет мешать. Но зато это дает очень большие возможности, потому что, я думаю, все лиды с этим сталкивались, что человек сидит, и у него возник какой-то затык. И либо он идет не в том направлении. И я могу это вовремя увидеть. Это очень удобно. Здесь показана версионность. Вот она слева. Мы пробовали тоже… Когда мы использовали процесс, основанный на скетче, мы пробовали абстракт, пришли к выводу, что это слишком сложно. В итоге мы просто, не знаю, на словах договаривались, когда что пора удалять, переносить в трэш там. И, в общем, все это… У нас не было версионности никакой, на абстрактном показался сложно, и мы в итоге отказались вообще от этого. А в скетче версионности… Ой, в стигме версионность есть из коробки. Ты можешь в любой момент, вот реально, особенно если ты платишь прошку, которая недорогая, у тебя есть бесконечная история. Ты можешь откатиться там вообще в любую точку. Ты можешь посмотреть, кто опубликовал какие изменения. И все это из коробки, это работает сразу. Это круто. Реально пропадает такая проблема, что в скетче зачастую копятся какие-то старые компоненты, которые люди боятся удалять, вдруг пригодится. Здесь ты смело удаляешь, потому что ты всегда можешь к ним вернуться. И следующий момент — это комментарии. Ну, все привыкли к ним в заплении, но как все сильно меняется, когда эти комментарии оказываются в макетах? Представьте, что вы работаете в скетче, и у вас комментирование происходит здесь же, в рабочей области. Это вот тоже реальный диалог. Мы делаем вот эту новую диалогу BuySell. И вот Таня Степанова — это наш фронтендер. Мы обсуждали с ней поля. Очень удобно, без отрыва от работы. И приходит смотреть все размеры и все цвета, она тоже сюда, тоже в это единое пространство. Но если кто не работал в фигме, то можно сравнить с работой в Google Docs совместной, когда все пишут текста, одновременно комментируют. Это очень удобно. Следующая классная штука, которую дает фигма, можно эмбедить макеты в Jira в живом виде. То есть это работает моментально. Когда ты меняешь цвет вот здесь вот в фигме, он моментально меняется в таске. Тоже пропадает такая проблема — обновление актуальности. Это всегда была такая проблема. Плагин? Да, там ставится плагин. Нужна Jira Cloud. И там ставится плагин, и все работает. Сам шарик макетов тоже происходит очень удобно. Ты вот, кстати, здесь на том примере, который я показывал, это тоже видно. Так, где наша переписка? Я почему-то не могу найти. Ну ладно, хрен с ним. Ну короче, то есть когда мне разработчик спрашивает какую-то штуку, я могу выделить кнопку, нажать, скопировать ссылку и отправить ссылку на кнопку, ссылку на иконку, ссылку на макет, ссылку на проект. И я могу это сделать просто вот так, не отрываясь от работы, просто копи-линк. Охрененно удобно. Я пока еще не привык, я еще офигеваю. Мы буквально там меньше месяца работаем, но это просто бомба. Единственное, есть проблема с тем, что разработчики очень сильно переживают, что они начинают что-то верстать, а дизайнер может тихонько пойти и что-то улучшить, и он потом не понимает, что-то изменилось, вроде же было не так. А нам уже высказывали претензию. Мы пока думаем, как с этим поработать. Может быть, мы будем все-таки делать какую-то копию файлов, более-менее фиксированную, или может быть, мы будем фиксировать версию, называть ее и давать ссылку на версию. Но в целом это как раз проблема, возникающая от избыточной гибкости. Дальше. Производительность. Но вот лично для меня это самый большой приоритет. Фигма. Обычно, когда людям говоришь, что Фигма работает в браузере, они говорят, блин, дизайн делать в браузере? Да не может такого быть. У нас там всю жизнь все граф-редакторы тормозили, а вы предлагаете перенести в браузер, чтобы что, еще больше? Я не знаю, как они это сделали, но она очень быстрая. Это вообще… То есть я даже себя поймал на ощущение, когда я начинал пробовать Фигму и двигать там что-то. Мне казалось, что это какой-то несерьезный инструмент, просто потому, что он работает быстро. Ведь сколько я вспоминал всю свою дизайнерскую историю, графические инструменты никогда не работали быстро. Графические инструменты всегда тормозили, начиная от древних фотошопов, иллюстраторов. Какие бы ни придумывали графические ускорители, какие системы бы, всегда была… ну, хотелось еще быстрее. Всегда тебя твои мысли ограничивали. Вот Фигму, она практически не ограничивает дизайнерскую мысль. Это правда, она очень быстро работает. Вот здесь вот как раз и люди многие тоже, кто пробует, они тоже офигевают, они говорят, блин, я не понимаю. Вот здесь человек пишет о том, что я никогда не понимал, как иллюстратор, у которого там GPU-акселерация, у которой десктоп-программа, у которой десятки лет доработок, апгрейдов, сотни разработчиков, почему там вот так вот двигается квадрат черный. И здесь вот другой человек, он тоже в восторге от того, что в скетче это работает вот так, а в Фигме это работает вот так. И это правда, оно очень быстрое. Ну и вот недавно в Фигме сделали пост в блоге Фигмы о том, что они запустили Фигму с телефона, это Samsung S8 Galaxy. Они подключили Samsung вот этот к монитору, к телевизору, подключили по Bluetooth клавиатуру, мышку и работают в Фигме с телефона. Я проверял, ну то есть, например, шаринг макетов на телефон тоже работает очень быстро. И телефон справляется, это работает реально. Ну а это просто по Wi-Fi трансляция макета. Таким образом, я резюмирую всю эту историю. Это вот наш был процесс, а это который стал. То есть Фигма заменила нам Sketch, Zeppelin и Dropbox. И Dropbox тоже мы его не замечаем, но на самом деле он тоже существует. И там тоже могут возникать различные проблемы. Например, у меня прямо сейчас в Dropbox, где Sketch файлы, возникли какие-то несовместимости с кем-то. Это кто-то там не включал апдейт, что-то там накопилось, какие-то эти конфликтные версии. Они появляются. Соответственно, Фигма — это облако, и это очень круто, тоже очень удобно. Таким образом, у нас Фигма заменила вот эти три штуки, при этом добавив сюда очень мощную работу с дизайн-системой, прекрасный перформанс для дизайнеров и прекрасные возможности взаимодействия. И процесс, который происходит в жире, он тоже улучшился благодаря тому, что мы можем встраивать живые макеты. Так что мы счастливы. Все. Всем привет. Меня зовут Макс Доронин. Я работаю в DataArt. И сегодня мы будем разговаривать о веб-формах. Почему я выбрал эту тему? Потому что, как показывает практика, это достаточно такая интересная штука, которая позволяет повысить конверсию нам. И как следствие увеличить доходы компании. Всем ли нравится вообще заполнять форму? И насколько это может быть сложно для пользователей? И как мы можем улучшить этот процесс для пользователей? Как сделать так, чтобы уменьшить их страдания? То есть мы с этим сталкиваемся и в оффлайне, и в онлайне. Но так как мы задействуем IT-сферу, то все вот эти банковские формы и все страховые случаи, вот они очень сложные, мы должны каждый компонент взять в отдельности и его каким-то образом улучшить. Самые основные проблемные точки, которые есть, это много времени на заполнение. Это сложные формы, их сложно понять. Там нужно при себе иметь какие-то платежные инструменты, там вносить эти все данные. Вот. В принципе все вещи эти можно как-то оптимизировать. Вот. Ну какие формы нам нужны? Они должны быть функциональные, простые и соответствовать стилю, который, ну то есть брендбуку, который есть у компании. Точно так же, как мы, если мы увидим пожарного или медика, мы сразу поймем, чем он занимается, да, и соответственно он нам соответствующим образом поможет. Вот. Значит, дальше. Ну приступим. Просто мы возьмем эти формы и разделим на какие-то компоненты и просто по кирпичикам пройдемся и все эти кирпичики разложим и поймем, как можно оптимизировать все. Значит, у людей есть какие-то внутренние паттерны, которые они уже привыкли видеть, которые они взяли из оффлайна там или из какой-то своей… из оффлайна, из онлайна в том числе, например, там имя, фамилия, отчество, да, ну то есть фамилия, имя, отчество, пол и так далее. То есть это вот, например, возьмем паспорт или еще какой-то любой другой документ, есть какая-то определенная последовательность. Соответственно, мы должны все вот эти поля располагать в такой же самой последовательности, чтобы человека не путать. Соответственно, давайте не будем прерывать вот эту привычность, да, последовательность полей и пользователю будет счастье. Дальше. Мы можем сделать формы лаконичными. То есть мы должны выводить на самый первый край то, что действительно необходимо. Все самые необходимые поля, если что-то у нас не вписывается в это, мы можем либо это вынести в отдельные какие-то блоки, либо их как-то… То есть если мы вносим эти второстепенные вспомогательные поля, то мы должны пометить каким-то образом, что какие поля обязательные. Это очень важно, но желательно этого избегать, потому что все эти пометки, они немножечко могут смущать. Вот. На самом деле вы можете, если что-то здесь вы увидите, и что можно улучшить, или у вас есть какие-то знакомые паттерны, которые лучше, чем что здесь есть, то вы сразу говорите. Я готов коммуницировать прямо немедленно. Вот. Считываемость информации. Мы… Вообще все человечество, оно пишет слева направо, либо справа налево, но есть один порядок, который не изменен, это сверху вниз. Поэтому с точки зрения психологии человека ему проще рассчитывать по вертикали. Соответственно, когда мы делаем поля ввода, то считывание, конечно же, лучше… То есть лейблы располагать над полями, чем вот слева, например, или справа для некоторых наций. То есть если мы, например, располагаем в гардинтальной плоскости, то взгляд человека, он просто скользит постоянно. Влево-вправо, влево-вправо. У нас какая-то пила получается. То есть человек затрачивает намного больше времени для того, чтобы сочетать, что ему нужно. Расположение лейблов – это тоже очень важно. Здесь самое главное… То есть это такой небольшой нюанс, но порой дизайнеры просто забывают о том, что у них есть ряд вот этих вот лейблов, и они располагают их в одинаковом расстоянии между друг другом. То есть нам нужны лейблы, которые немножечко ближе к им собственным input, чем к соседним. Об этом не нужно забывать. И, в общем-то… Да, это и частный случай того, что мы сказали, что человек читает вертикально. Желательно избегать таких моментов, когда мы располагаем наши input в два столбика, потому что это просто на порядок усложняет ввод информации для человека. Соответственно, да, но есть, конечно, исключения. То есть мы можем группировать какие-то вещи логически связанные друг с другом. Например, там страна и город. То есть мы выбираем флажок и рядом пишем город. Или там префикс для телефона и, соответственно, сам телефон. Ну и прочие всякие штуки. То есть там дом, то есть улица и номер дома. То есть такие вещи, их можно, в принципе, группировать. Но, по сути, для человека это одно единое целое. То есть он как бы считывает вертикально вот так вот и смотрит здесь вот улица, дом. Дальше я покажу, как это может выглядеть. В самом начале мы увидели большие сложные формы, которые, когда на них смотришь и пугаешься и так далее. Чтобы их каким-либо образом сделать более приятные визуально, и чтобы человек сильно не напугался, мы можем их, а, разгруппировать по каким-то отдельным логическим блокам. Надо избегать вот таких вот просто чистоколы из инпутов. Мы должны их как-то группировать. А и Б, и мы можем как бы их… У меня там что-то съехало, да? Группировать в какие-то логические блоки и рассовывать их по страницам. Тем самым человек получает информацию порционно, и тем самым процесс заполнения становится намного ему приятнее. Вот по поводу длины полей, кстати, и вот группировки по горизонтали полей, то есть которые связаны логически. Длина полей должна соответствовать количеству контента, который предполагается ввести. То есть если имя, то для него нужно как можно больше места. Ну, то есть для этого больше места нужно, чем для номера телефона или номера дома, допустим. Намного. То есть длина отличается. А также мы можем показывать подсказки как в качестве placeholder. Здесь вот у нас появились placeholder. Это что значит? Это то есть у нас мы в принципе даем пользователю право вносить в эти поля все, что ему заблагорассудится. Это не будет ошибкой. Но если нам нужно показать, что он должен вести в каком-то формате, то мы это обязаны показать, потому что дабы избежать каких-либо ошибок при вводе информации. Это, наверное, достаточно известная штука. То, что мы сейчас разобрали все предыдущие советы, скажем так, которые были разобраны, можно видеть здесь. То есть насколько сложнее считывается человеком информация, когда она расположена вот в таком виде. И то есть по показателям здесь затрата и времени, и какого-то внимания пользователя намного сильнее, чем здесь. Значит, типы ввода. В те моменты, когда нам нужно избавиться от… Есть такие случаи, когда пользователь может ошибиться. То есть в вводе какой-то информации. В этот момент мы должны ему предложить селектор. То есть выбор из каких-то предустановленных опций. То есть мы можем выбрать либо это выпадающим списком, либо чекбоксами. Это ограниченный список, из которого он может выбрать. Тем самым мы уменьшаем вероятность того, что человек ошибется, и поэтому выберет то, что предполагается системой, сервисом. Дальше. Как частный случай, то есть когда мы используем вот эти вот селекторы, когда количество этих селекторов, то есть когда количество параметров в селекторе достаточно небольшое, например, меньше 4 или меньше, то мы можем сделать, в принципе, такой переключатель, как сверху. Тем самым мы экономим ровно в два раза больше. То есть кликов в два раза меньше становится, и поэтому в два раза быстрее все происходит. То есть он видит все эти параметры прямо здесь и может одним кликом выбрать. Опять-таки в те же самые списки параметров, которые есть в поле, мы должны каким-то образом логически группировать и сортировать по смыслу. Если это месяцы, то естественно это с января по декабрь, там если в дни недели, то тоже там с понедельника по воскресенье. Если мы это не можем сделать, мы можем отгруппировать их по алфавиту. То есть если никаких правил для этого нет, то группируем по алфавиту. Вот, кстати, по поводу вот этого формата, то, что я еще частично упоминал, мы можем делать подсказки о том, какой это формат внутри текстового поля. То есть формат номера телефона или даты и так далее. Это поможет не ошибиться пользователю. Обработка ошибок. Значит, здесь очень важно дружелюбно рассказать пользователю о том, где он ошибся, как он может исправить ситуацию. И эти подсказки должны быть очень внятными и говорить с пользователем на его языке. То есть, например, если это какой-то финансовый инструмент, то там можно более строго как бы рассказать. Если это, не знаю, какой-то игровой сервис, то там можно более какой-то такой по-небратскому виде все это показать. Вот. Дальше. Если ошибка возникла, то, да, во-первых, ошибки мы показываем только в том случае, когда человек нажал на кнопочку «Отправить форму». Не надо ему в процессе заполнения давать ему эти обычные алерты. Это действительно мешает заполнению формы. Может быть, он просто думает в процессе. То есть что-то он внес, потом пересправит и так далее. Нажал на кнопочку «Отправить», все, вышла ошибка, и он может уже ее как-то каким-либо образом исправить. Как мы еще можем обрабатывать эти ошибки? Сообщения об ошибках должны быть видны. То есть мы как-то должны обозначать их либо иконками, цветом, чем угодно, но это очень должна быть какая-то видная субстанция. То есть оно говорит, что здесь, вот ошибка тут, и как мы можем ее исправить обязательно. Когда мы отправляем форму, нужно избавить пользователя от повторных кликов. То есть когда он отправил форму, мы дизейблим кнопочку «Отправление» и все. То есть она отправляется. Либо ошибка, либо success. То есть все успешно. И в случае ошибки мы уже рассмотрели. Если у нас все замечательно, все прекрасно, не забываем пользователю об этом сообщить. То есть мы сообщаем, что все в порядке, все замечательно. Все это дело дублируем на почту. И тоже все это в вежливой форме делаем. Ну и последний, наверное, совет. Это когда мы отправляем форму, когда мы ее заполняем, можно избавиться от кнопки сброса значений вот этих. Потому что те советы, которые я говорил до этого, они позволят сделать форму таким образом, чтобы избавиться от этой кнопки reset. Она должна быть лаконичная, емкая, функциональная, стильная и так далее. То есть человек может просто случайно нажать эту кнопку и, соответственно, сбросить ее. Такие случаи могут быть в принципе. Поэтому мы должны ее, если мы не можем избавиться от этого случая, то делаем эту кнопку наиболее отличающейся от основной кнопки и когда-нибудь разносим по краям, чтобы они были не рядом. Вот. Ну это, собственно говоря, все основные советы. То есть времени не так много. На самом деле углубляться можно бесконечно долго, потому что вообще форма — это очень важная штука для повышения конверсии. То есть это основной инструмент. То есть регистрация и оформление каких-то финансовых дел. То есть это основной инструмент для коммуникации с сервисом. Вот здесь я просто однословно вынес это все и такой чек-лист. Он, естественно, может быть разветвлен, может быть пополнен. Но в принципе вот это основное все, что нужно проверять, когда мы разрабатываем веб-форму. У меня все. Меня зовут Артур. Я работаю в компании MyOffice, креативный директор и руководитель дизайн-группы в целом. Вот. Сегодня я хотел бы поговорить про процессы. И для начала я хотел бы узнать, сколько у нас в зале есть ли сегодня лиды и руководители. Ага, отлично. Да. А сколько из вас ревьюят все задачи, которые делаются в отделе? Отлично. Хорошо. Да, сегодня мы поговорим про такую вещь, как парное ревью. И да, руководителей у нас, естественно, меньше. И всем остальным, наверное, будет полезно. Может кто-то сможет донести это до своих руководителей. Вот. В оригинале это называлось рецензируем друг друга, но это изменилось после некоторого рецензирования компании DataArt. И называлось это ревьюем друг друга. Поэтому я исправлю немножко на парное ревью. Немного обо мне, ранее я последние 7 лет занимаю руководящую должность, ранее делаю это QuickOffice, последние 4 года в мой офис. Контекст немножко про компанию, да, с чем мы имеем дело. У нас один продукт, большой такой, то есть есть самый большой, есть там дочерний от него, и 8 приложений, и 7 платформ. То есть эти приложения проецируются на платформы. Есть зависимости между приложениями, большие и маленькие. Соответственно, есть потребность внутри дизайна, дело среди UX-архитекторов, информирование друг друга, передача знаний. Вот. И, очевидно, с таким большим количеством приложений, платформ и зависимости, да, один руководитель, ну, наверное, не сильно справится. Как мы пришли к парному ревью, это немножко там история про меня, наверное, когда давно у меня сначала было много продуктовых дизайнеров, и я такой один. Ревьюл всех. Всех ревьюл. Вот. И было мне очень тяжело, да, ни в отпуске я не мог уйти, ни домой пораньше, все время работал и работал, и даже в отпуске работал. Вот. И пошел я, прежде чем случилось это, к бизнесу, говорю, эй, мне нужны деньги, дайте. Вот. И взял я трех UX-архитекторов вместо себя, взял им одного босса, его зовут, звали Никита, вот. Это подсказка. И еще одного менеджера, чтобы еще и продуктовых дизайнеров менеджить, UX-архитекторов и этого босса тоже заодно, потому что ему тяжело было. Вот. И стал новый босс уставать тоже сильно. Вроде бы все хорошо, все должно было шти по плану, но уставал. И пришел он и говорит, все, не могу больше, давай что-нибудь делать. Я говорю, ну не знаю, что делать. Он говорит, давай попробуем. Чуть позже снова пришел. Говорит, давай парное ревью делать. Вот. И мы попробовали, и у нас все получилось. Наверное, чуть позже еще история. Давай я уже. Да, нормально здесь. Все хорошо. Все, окей. Да, да, да. Вот. Еще история умалчивает, что босс от нас ушел. Через некоторое время. Вот. Но попробовал, попробовал. И это осталось в команде. И это до сих пор есть и живет. Что же это такое? В любой задаче есть две роли. Один исполнитель, второй ревьюер. Ревьюер – это некоторая такая шапочка, которую можно передать. Ревьюера можно назначить, как и задачу можно распределить, так и ревьюера можно назначить одного из участников команды. Сравнивая с классическим процессом, где есть всегда большой босс, который все держит под контролем, держит под собой, и выглядит это примерно так. Есть задачи на вход, которые поступают. Есть большой босс, есть у него такие подчиненные. Они каждый раз сделали задачу назад, к нему пингуют. Если что-то надо переделать, и у босса есть комментарии. Опять, опять здесь. И там где-то выход. Ну, выход бывает разный в зависимости от компании. Может, босс разрешает, конечно, иногда еще и на выход идти, а иногда говорит, я сам отдам. Злой какой-то. Вот. Но таких уже немного. Какие преимущества этого процесса? Конечно же, контролируемость. То есть один узел. Есть истории, мне рассказывали, боссов босс, хочешь контролировать своего подчиненного, и тогда вообще класс. Вот. Линейная ответственность. Понятно, кого спросить. Если приходит генеральный директор, говорит, сфигов ли вы такое сделали. Вот. Он понятно, кому спросить босса. Он такой, да, я ревьюил. Вот. И есть один человек с огромным опытом, который знает все. Это, конечно, и плюс, ну и может быть минус в каких-то условиях. И быстрое решение конфликтов. Он такой, кулаком постом ударил и говорит, так и будет, как я хочу. Вот. Но есть ребята получше, даже в классическом процессе. Ребята привлекают команды. И там решают конфликты в команде, голосуют. Большим количеством голосов. Но в классическом виде можно даже и по столу ударить. Нормально. Я тоже так делал. Вот. Недостатки. Одиночный взгляд на решение. Вот. Но это даже второстепенно. На самом деле, вот любой босс становится боттлнеком в какой-то момент. Он перестает успевать. И вот наступает вот это. Он всегда вне контекста. Он не успевает, хочет быстро поревьюить и бежать дальше. Так, в общем-то, было и со мной. Вот. И одна из проблем большая – снятие ответственности с команды. Вот. Ну ты же проверил, ты же босс. Вот. Как бы. Значит, все хорошо. Сам виноват. Возможность принимать мгновенные решения без проверки качества. Всегда есть соблазн это сделать просто. Ну я же понимаю, хорошо, что нужно сделать. Давайте сделать. Уже. Вот. И распространение знаний не часть процесса. То есть мы нужны всегда формировать какие-то дополнительные активности, сбилживать команду, работать с ней, чтобы в этом процессе как-то передавать знания. Вот. И в противовесе этого самое лучшее, что было со мной – это парное ревью. Вот. Процесс выглядит так. Есть какая-то корзина на вход. Корзину может держать либо босс, либо она все же командная. Зависит тоже от устройства внутри. С корзиной каким-то образом распределяются таски на участников команды. Вот. Вот снова. Либо это, если это там дизайн спринты, то это может быть планирование. Если это какое-то ручное распределение. Ну пусть даже босс распределяет. Ничего. Тоже один из вариантов. Вот. И в каждой задаче назначается ревьюер в шапочке. Вот. Они объединяются в такой метабол. У них формируется связь. И ревьюер в этом процессе выступает больше в роли советчика. То есть это он, с одной стороны, да, он может и поставить палки в колеса. То есть он против. Например, против решения. И он блокирует это по процессу. Он говорит, исправь. Он говорит, не исправлю. Исправь. Не исправлю. Может быть такое. Особенно поначалу. Вот. Но позже там ребята сбилдживаются. Об этом чуть позже. Но с другой стороны, но больше ребята воспринимают ревьюера как советчика. Они учитывают его комментарии. Он может принести что-то с третьей стороны, со своей стороны. Вот. И это такой естественный процесс. И связи формируются в зависимости от задач по-разному. То есть может так сформироваться, может так. Может быть по-другому. Как-то шапочка передается постоянно. И не исключено, что босс может быть ревьюером. Потому что могут быть какие-то сложные задачи, важные для босса, которые необходимо ему контролировать, он становится ревьюером. Или наоборот, какие-то другие участники могут контролировать другие задачи. Вот. У этого процесса есть масса преимуществ. Вот. Это качественное распространение знаний как часть процесса. Не нужно делать доп. усилия. Знания распространятся просто естественным образом внутри компании. И если их много, скорость погружения достаточно большая. Даже сложные проекты, как у нас. Дружная команда спустя время. Это как камни, которые ты бросаешь в мешок. Они трутся друг с другом. И со временем все же притираются. Не сразу это приходит. Но в нашем случае было достаточно много конфликтов. Даже еще с боссом. Еще началось оттуда. И естественно, когда мы ввели ревью, ребята перекинулись друг на друга. Но поняли, что лучше уйти домой, чем спорить. И они там в какой-то момент задались. Потом даже спустя время сами проводили респективы. Просто разговаривали с собой. В чем проблема? Почему не можем друг друга ревьюить? Мотивация, личная ответственность. Когда ревьюер посторонний человек со стороны, не руководитель, то ответственность все равно становится более личной. Человек понимает, что он делает задачу. И ответственен за нее сам. Это возможность на время побыть бигбоссом. Ребята меняются в роли. То он исполнитель, то ревьюер. И если он завалил своего друга в прошлый раз, то в следующий раз вдруг его тоже может завалить нормально, если в какой-то задаче. И руководитель имеет достаточно времени для развития команды. Руководитель может не заняться ревью конкретных задач, точных решений, более системными вещами, то есть какими-то долгосрочными вещами внутри команды. И делать задачи, связанные с этим. Может быть внутренние задачи. С дизайн-системой, с информационной архитектурой. И вместе с командой и так далее. Или наоборот развивать команду по процессу. То есть выделять время на что-то большее. И есть у этого процесса недостатки. С ними я сталкивался. Нет одного ответственного. Нужно смотреть то делал. Генеральный директор приходит ко мне и говорит, почему так? Я такой, ну пойду узнаю. Есть вероятность, что это не просто так. И ответ может быть просто с задержкой. Ничего в этом страшного нет. Ты просто не отвечаешь не прямо сейчас, а чуть-чуть позже и все хорошо. Пара может допускать ошибки в решениях, очевидные для бигбосса. В этом смысле он такой, блин, зачем я ей давал ответственность? Реально. Я уже мог поревьюить и было бы все хорошо. Но на самом деле ошибки команды, да, и дать возможность допускать ошибки, это хорошо. Это вот та самая передача ответственности, которой не хватает в классическом процессе. И первое время могут быть затраты времени на привлечение третьей стороны при конфликтах. То есть достаточно конфликтов может быть там чуть больше, и ей всегда нужна третья сторона, которая подскажет. Или может быть это сам бигбосс, который сказал, делайте так, задолбали уже, гонять туда-сюда задачу. Или менеджер может подсказать, что есть проблема, если есть такая роль отдельно. И какие минимальные требования, чтобы это заработало? По моему опыту, по моему представлению и фидбэку от команды. Это работает для группы от трех человек. И здесь, наверное, просто можно ревьюить, наверное, вдвоем друг друга, но это кажется не совсем востребованным. Наверное, может быть идеальный вариант, чтобы в каких-то задачах хотя бы бигбосс привлекался, и ребята там ревьюили с ним, и мы с друг другом. Уже это может заработать. Сколько максимум, я не смог проверить. У нас в команде порядка шести продукт-дизайнеров, три UX-архитектора. Внутри них у нас чуть-чуть сложное разделение по ролям для того, чтобы минимизировать эти группы и зависимости внутри них. Но ощущением, ну, семь человек это сработает, потому что достаточно часто даже в семи между седьмими людьми могут возникать зависимости, которые полезны для передачи знаний. Вторая важная необходимость – это ревьюер должен знать, что нужно сделать по задаче и какие ожидания заказчика. То есть нельзя ревьюить просто так задачу ни с того, ни с сего, и по ревью эту задачу. Я не знаю, о чем, кто пришел, зачем мы эту задачу вообще, почему мы начали ее делать, я не понимаю. Какие ожидания по ней. То есть без этого невозможно ревью. Поэтому нужна некоторая активность. В случае с UX-архитекторами у нас это спринты двухнедельные. И на спринтах мы, естественно, обсуждаем задачу. У нас есть еще в процессе там все задачи, которые попадают на вход. Они попадают сейчас к UX-архитекторам. Их они отсматривают. Делают по ним, по чек-листу, какие-то минимальные проверки вообще, откуда можно взять информацию, какие зависимости, с какими продуктовыми и так далее. То есть нужен какой-то начальный процесс обязательно, даже между продуктовыми дизайнерами, для того, чтобы понять вообще, в чем задача и зачем, что мы делаем. Может помогать, если информация и артефакты все фиксируются в письменном виде, то можно почитать. Почитать ворклог, почитать комментарии участников. И это тоже может помочь. В общем, видео лучше встреч. Например, может для продуктовых дизайнеров на это подойдут недельные спринты, например. Если это возможно ввести, если не нужно на вчера. И третий важный момент, что документация, все артефакты, материалы, которые мы делаем, должны быть в удобно читаемом виде. Это нужно для того, чтобы босс в любой момент мог посмотреть, что же вы делаете. То есть кто был участником, какие еще встречи происходили и почему приняли такие решения. Какие у вас есть технические ограничения в зависимости от других команд и так далее. Какие вы варианты рассматривали, если это фиксируете. Это тоже все важно. Минутки со встреч. Это естественный процесс. Ну и самое, наверное, важное. Это руководитель должен созреть. Передача ответственности. То есть если он не готов, все мое, ну тяжело, наверное, его заставить. Как помочь руководителю принять это тяжелое решение и вести ревью самой команды. Можно объяснить, что выбор ревьюера это шикарный инструмент контроля. На самом деле еще выбор задачек, исполнителя и ревьюера к нему в пару, это прямо, наверное, в моем ощущении самый мощный инструмент. Потому что можно выбрать квалификацию того человека, который будет исполнять задачу. Можно выбрать квалификацию ревьюера. Это может наоборот быть квалифицированным или знаком с этой темой. Или наоборот не знаком. Если нужно срочно, то мы можем выбрать человек, который очень хорошо погружен в тему, не срочно, наоборот, для передачи знаний другого человека. Обычно у нас команда распределяет ревьюеров часто самостоятельно. Но в каких-то критических случаях я могу мешаться и, например, поставить ревьюера себя в каких-то задачах. Это действительно важно. Очень хорошо работает. Можно отсматривать задачи, оставлять комментарии. Никто вам не мешает оставаться бигбоссом. Смотрите, комментируйте. Все помнят, что вы боссы, ваш комментарий нужно учитывать. Все, в общем-то, нормально. И в случае с конфликтом все равно привлекут третью сторону для выбора решений. Может это быть третья сторона еще сотрудникам, но часто это, достаточно часто может быть именно выбор босса для экскалации конфликта. И есть у меня некоторые отзывы от команды. Ребята оставляли. Я специально интервировал их по тому, как им работать в этом процессе, какие они положительные и отрицательные стороны. Про парное ревью. Меньше тревоги, более смелые решения, нет бутылочного гордышка, разные мнения, командная ответственность вместо личной. Пара после выполнения имеет одинаковое знание. То есть распространение знаний, оно прямо одинаковое для обоих. Не всегда есть уверенность в авторитете ревьюер, но это лечится, то, что нужно с этим работать и вы можете поднимать авторитет. Ребята внутри команды. И второй респондент ответил, что важна скорость. Решение устраивает всех. То есть есть много участников процесса. Не всегда, еще раз, босс, когда он out of the day, он не всегда может правильно понять, что там нужно. очень быстро принять решение и без учет того, что реально нужно. Долгосрочная передача знаний и погружения в продукт. Парное ревью у нас скрыло проблемы качества проработки. То есть когда каждый делал свою часть и отправлял его на босс, ну бигбок если видел проблемы, но не очень что-то мог сделать. То есть здесь ребята увидели проблемы друг друга и начали сами что-то делать. Это очень полезно. И ревьюер должен быть в курсе задачи. То, что я уже проговорил. Необходимость привлекать третьего участника при несогласии двух экспертных мнений. Это минус этого процесса. Вот. В общем-то все. Спасибо. Меня зовут Сергей Кривой. Я юг-специалист в компании Semrush. Сегодня я хочу поговорить на тему когда, зачем, как нужно делать сложные интерфейсы. Многие, наверное, видели в интернете она гуляет, эту картинку, она гуляет по всем пабликам, сообществам и так далее. Мне хотелось бы узнать, кто вот с этим вот согласен. Вот можете поднять руку. Классно. А кто с этим не согласен? Сегодня я буду доказывать, показывать, что эта картинка не совсем всегда правильная и то, что она не отражает полную сути юсер-экспириенса. Мой доклад, он не столько практический, он больше как какая-то гипотеза, которую я привожу, проверяю и исследую. Надеюсь, вы мне ее в дальнейшем поможете как-то доказать или опровергнуть. Так вот, эта картинка, она в основном говорит о том, что юсер-экспириенс — это про достижение пользователям своей цели максимальным быстрым путем. Но на самом деле так ли это нужно пользователю достичь какую-то цель именно быстро и все? У него могут быть очень много разных факторов внешних, которые влияют на его работу. Хочу начать с такой истории. У нас в Питере, у метро «Старая деревня» есть железнодорожный переезд. Вот он, собственно, поскольку это фотографировал я, тут ничего не понятно, и я нарисовал схемку, чтобы было нагляднее. Собственно, у этого железнодорожного переезда со стороны пешеходов нет никаких указателей, нет никакого светофора, нет никаких ограничений. Пользователь проходит мимо него спокойно, его ничего не может остановить совершенно. И он максимально быстро достигает свою цель. Но разве в этом случае это правильно, чтобы он просто достиг своей цели? Там он хочет сходить в магазин, он достигает очень быстро своей цели. Но это может чревато быть какими-то очень серьезными последствиями. Можно взять другую ситуацию. Между «Старой деревней» и «Лахтой» есть еще один железнодорожный переход. И он выглядит так. Ну, фоткал тоже я, ничего не понятно, посмотрим на схему. Он сложный. То есть, когда мы по нему идем, то нам необходимо упереться в какой-то забор, осознать, где мы находимся, обойти его, сделать крюк. Это гораздо дольше, сложнее, но это все-таки безопаснее для пользователя. Пользователь, для пешехода. Теперь, собственно, о пользователях. А, нет, подожди. Я хотел показать, сравнить. Что же является, ну, что же user experience и user interface? Это такие разные вещи. Это обязательно должно быть быстро. Возможно, нет. Меня натолкнуло на эти мысли вот это вот состояние. Это MailChimp. Кто не пользовался, знает, много, не очень много знает. В общем, это сервис, который предназначен для рассылки email почты. Там есть, ты заводишь листы с кучей своих email, на которых ты рассылаешь. Если ты лист этот удалишь, то тебе появляется вот такое окно, и ты не можешь просто нажать кнопку «Далей». Тебе необходимо ввести в поле «Далейт», чтобы ты осознал, что ты удаляешь это. Если начать только пользоваться этим сервисом и там завести тестовые штуки, потом поудалять их — это ад. Тебе больно, но если ты удаляешь реальный какой-то свой лист, то тебе приходится задумываться, удалять его или нет. Потому что вместе с листом удаляются все данные, все компании, больше ты не можешь там всякую историю посмотреть. И это очень ответственное действие. Поэтому здесь есть такой сложный кейс. И мне хотелось бы его проверить, так ли это. Ну, это действительно улучшает пользовательский опыт или нет. SimRussia, наш инструмент, он занимается… Он создан для онлайн-маркетологов. У нас там есть много всего, но сейчас поговорим о такой вещи. У нас есть состояние, когда у нас тоже есть какие-то данные, которые пользователь может удалить. И мы примерно сделали такую же форму с таким же вводом поля. И тут еще сложнее необходимо название этих данных ввести. И поскольку я работаю в SimRussia, у меня есть доступ немножко к статистике. Как вы думаете, сколько пользователей все-таки удаляют эти данные? Может, надо покричать цифры в процентах? 3%? 10. 10. Давайте посмотрим, что же на самом деле. 44% удаляют данные, а 55%, собственно, закрывают это окно после открытия. Я поначалу хотел бы сделать выводы, что мы спасаем 55% пользователей от какой-то роковой ошибки. Но я подумал, а что если у нас убрать это поле? Что-то изменится? Будет хуже? Будет лучше? Я, к сожалению, не смог провести АБ-тест, но у меня есть похожий кейс в том же SimRussia, в котором у нас тоже удаление данных, но оно гораздо проще. Здесь есть один call to action, и все. И то он зеленый, красивый. Окей, жми и в путь. Многие пользователи обладают такой баннерной слепотой, им говорят окей, они жмут. Как вы думаете, насколько изменилась статистика? Как часто удаляют эти данные? 90%? Такая же. Давайте посмотрим. Почти 95% пользователей удаляет данные. Только 5% пользователей закрывают это окно. Исходя из этого, из этих двух состояний, можно сделать вывод, что мы примерно 50% пользователей спасаем жизнь от увольнения, например. Я согласен. Эксперимент не очень чистый, но тем не менее. Дальше у меня нет… К сожалению, не смог представить конкретный пример, но все мы ходим в продуктовые магазины и часто сталкиваемся, например, с такой фигней, когда кассир пробил два раза какой-то товар, а вам нужен только один. И мы ждем, пока мне принесут какой-то ключ неведанный, чтобы отменить эту дурацкую покупку. Это тоже достаточно серьезное действие, которое кассир не может просто так совершить. У него все эти действия фиксируются из-за малейшего там оплошности. Это большие деньги, на которые попадут компания и штрафы, и все это… Поэтому есть такой кейс, что специально этот кейс, этот опыт у кассиров усложнили, чтобы они не могли просто так жамкать на все удаления и удалить весь товар из чека. Собственно, исходя из этих примеров, я пришел к выводу, что пользовательский интерфейс нужно усложнять, когда мы совершаем… пользователь совершает какую-то очень серьезную вещь, какие-то серьезные действия с серьезными последствиями. Но поскольку тут цифра 1, это не все. У меня есть еще один такой абстрактный пример. Есть абстрактный продукт. Я, к сожалению, не могу говорить, что это такое, как оно работает, но у него есть такая штука, как синхронизация вот этих вот больших… там большие данные какие-то, они синхронизируются с другой большой системой. И у пользователя в данном случае есть просто одна маленькая иконочка, кнопочка, на которую он нажимает, у него все синхронизируются, и проблема в том, что после синхронизации он не может с этим сделать ничего. И это достаточно тоже серьезное действие, которое пользователь совершил, сделал, и оно совершилось просто. Очень просто. Он нажал кнопку, мечта всех пользователей. Нажал кнопку, произошло, все. Но дальше наступают последствия. Если он что-то перепутал, то отредактировать это нельзя, и нужно очень много мучиться, страдать. Примерно похожий кейс есть у нас в Simrush. Мы синхронизируем наш Simrush аккаунт с Google Search Console. И для того, чтобы пользователь все-таки совершил это действие, ему нужно осознать, что он делает, потому что он дает доступ Simrush работать с гугловским аккаунтом. То есть не только передавать туда данные, но и управлять ими. Это очень серьезное действие. Поэтому вот в данном случае нужно не одно окошко заполнить, а целых три поля заполнить. И снова конкурс. Как вы думаете, сколько людей проходит этот кейс? Казалось бы, что из предыдущего опыта, когда пользователю нужно что-то вбить, это уменьшает количество его конверсии. Но на самом деле всего 13 пользователей закрывают это окно. И больше 85 проходят этот этап, они осознанно, он достаточно долгий, и это не мешает пользователям работать с продуктом дальше. Может, потому что у них нет выбора? Может, это политики компании? То есть листом они могут выбрать сами, а синхронизация, скорее всего, это обязательно в большинстве случаев? Ну, если хочешь работать, то да, это обязательно. Ну, тогда 80, там, сколько и получается процентов, если бы не был бы выбор. Они могут отказаться и прийти в какой-нибудь работать с другим продуктом. Вот. А они выбирают нас. Поэтому второе, не знаю, такое правило, которое, когда нужно усложнять пользовательский интерфейс, когда действия пользователя влияют на работу с другой системой. Последнее правило, которое я выработал, оно было в основном из общения с другими коллегами. Например, когда я ехал к вам сюда, мы с коллегой в такси буквально обсудили, что когда… например, гугл диск, когда пользователь какой-то создает папку, расшаривает ее на другого человека, и другой человек ее удаляет. Что при этом должно происходить? Оно должно удаляться у него, у меня, у еще кого-то. Это очень серьезные какие-то действия, и по моему мнению, они должны быть как-то более усложнены. Нужно хоть как-то… ну, более сложно это делать. А в то же время git хороший пример того, как немного усложнен интерфейс в гите, чтобы принять какой-то файл из репетитория, запрос, тебе нужно посмотреть его, сохранить, ну, осознать, что тебе нужны эти изменения или не нужны, они поломают тебе файл, что-нибудь такое. И там нет такой проблемы. Собственно, если у вас есть какие-нибудь еще примеры сложных пользовательских интерфейсов, которые хорошо повлияли на работу пользователя, можете мне их присылать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!